Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Вы смотрите программу «Счастливая женщина». Сегодня мы говорим о наращивании ресниц. Диан, привет! Привет! Расскажи, насколько сейчас популярно наращивание ресниц? Часто ли девушки прибегают к таким услугам? На самом деле, да. Эта процедура сейчас довольно популярна. Девушки все чаще приходят за красивыми ресничками. Мало того, что это очень эффектно выглядит, то есть ты всегда выглядишь хорошо. Это еще и экономит время, то есть по утра мне нужно долго собираться, краситься. Ты всегда выглядишь на 100 баллов. Диана Тагирова. По образованию журналист. Стаж работы в индустрии красоты 4 года. Играет на гитаре, любит научную фантастику, поэзию и джаз. Для наращивания ресниц лучше использовать качественный, профессиональный клей. Как правило, все качественные клей для наращивания ресниц, они гипоаллергенные и не вызывают никаких-либо раздражений. При этом клей не травмирует свою ресничку, то есть впоследствии, когда мы снимаем эти реснички, наносим гель-ремовер, которым удаляется клей, и он очень легко расщепляется, и своя ресничка остается целой и невредимой. На один глаз уходит около 100 ресниц. Это при классическом наращивании, так что работа очень тонкая. И важно не пропускать даже мелких ресниц, но при этом не затрагивать те, которые только что появились. Это, как правило, прозрачные реснички, они совсем молодые, и к ним клеить ни в коем случае нельзя. Объем классического наращивания — это ресничное наращивание, то есть каждая своя ресничка клеится, одна искусственная, и таким образом это получается один к одному. Когда речь идет о наращивании 3D, 2D, его еще называют кукольным, то есть его делается скорее на праздники, на мероприятия, то там к одной натуральной реснице крепятся две-три искусственные, а то и больше. То есть это уже такой очень объемный, ресницы получаются очень пышные, но результат наращивания заметен. В данном случае мы делаем все натурально. Ресницы из натуральных материалов, конечно, не бывает. В любом случае любые ресницы для наращивания, и накладные ресницы тем более. То есть все ресницы, в принципе, искусственного происхождения, то есть они делаются с синтетических материалов. Любое название, то как шелк, норка, соболь — все это лишь обозначает толщину реснички — 0,10, 0,15, 0,20 мм. По длине бывают ресницы от 5 мм до 16 мм. 16, конечно, это очень длинные, они редко используются. Берутся обычно три длины, то есть мы делаем к уголку, внутреннему уголку более мелкие реснички, короткие, и удлиняем их постепенно к внешнему уголку глаза. Нарочные — это же не просто мы их длинными делаем. Некоторые девушки приходят, у которых очень длинные свои ресницы, но при этом им это действительно нужно, потому что они неровные. Либо они слишком прямые, либо, наоборот, слишком изогнутые. Наша задача как раз их выправить. Когда мы делаем, мы клеим ее очень ровно и фиксируем в нужном нам положении. Это, конечно, не так просто, как с ровными ресничками. Это чуть дольше, но зато результат стоит того. Средства довольно популярные сейчас в соцсетях и вообще просто в интернете, которые обещают рост ресниц, бровей. Насчет этого, конечно, много споров, но в любом случае нужно не забывать, что это гормональные средства, и никто не знает, какие последствия они несут. Поэтому я считаю, лучше прибегнуть к услугам хорошего мастера по наращиванию ресниц, тогда и свои ресницы будут в порядке, и со здоровьем можно быть уверенным, что тоже все будет хорошо. По цветам реснички в основном, конечно, стандартный это черный цвет, так как он сливается своей черной ресничкой, не видно никакой разницы, ну и они выглядят как подкрашенные тушью просто, но также бывает разных цветов, то есть бывают, да, коричневые, бывают очень ярких цветов. Цветные, они, конечно, используются чаще для каких-либо фотосъемок, либо для праздничных торжеств. Перья, также используются стразы, то есть их добавляют просто. Можно добавлять стразы немного, то есть чтобы это выглядело ненавязчиво. Одну стразу в уголке глаза, на внешнем уголке глаза, и выглядит, в принципе, вполне неброско. Помимо ресничного наращивания, которое мы сегодня делаем, существует также пучковое наращивание, то есть это наращивание уже готовых таких пучков, которые в себя включают от трех, даже до пяти, наверное, где-то ресничек искусственных, и можно, в принципе, наращивать ими. Но это немножко другая процедура, она, конечно, более быстро делается, она с открытыми глазами, но и носится она не так долго. То есть, если пересничное наращивание, которое мы сейчас проделаем, с такими ресничками можно ходить около месяца, то пучковые делаются, как правило, где-то на неделю-две. Также пучковые ресницы, в принципе, делаются и на один вечер. То есть можно взять не такой сильный клей, который мы используем, например, для пересничного наращивания, и они легко снимаются, то есть по происшествию вечера. Можно просто удалить их с помощью простого лосьона для снятия макияжа. Можно подкрашивать тушью, но, в принципе, нет такой необходимости, потому что они выглядят ярко, густо. Кто-то любит подкрашивать нижние, например, реснички. В таком случае, конечно, это не помешает. Тушью вообще, то есть можно краситься. Единственное, что нельзя использовать водостойкую тушь, потому что в состав входят некие маслянистые такие структуры, поэтому все, что содержит какое-то масло, жирные текстуры, это все разрушает, расщепляет клей. Конечно, долго потом не проходишь с ресничками. И постепенно можно уже открывать глаза. По происшествию часа-двух, то есть когда клей окончательно схватится, подсохнет, нужно будет использовать винтовую расчесочку для того, чтобы расчесать и поставить все реснички ровно и аккуратненько. Носятся такие реснички около месяца, то есть с профессиональным клеем, можно ходить даже больше, но желательно через 2-3 недели по мере отрастания своих собственных ресниц сделать коррекцию, либо снятие. Итак, Диан, мы с тобой завершили наращивание ресниц, и хотелось бы еще задать несколько вопросов по поводу ухода за ними. Расскажи поподробнее, что можно делать, что нельзя с наращенными ресницами. На самом деле уход за наращенными ресницами довольно простой, потому что они довольно натурально ложатся на свои собственные ресницы, и уход за ними, в принципе, такой же, как и за своими. Единственное, нельзя, конечно, тереть глаза, нельзя спать в подушку, плакать много нельзя. В первый день после наращивания ресниц нельзя их мочить, и буквально 2-3 дня нежелательно посещение бани, сауны, то есть слишком сильных, высоких температур. Все остальное можно, то есть можно носить макияж, также делать все, что делаешь обычно, но смывать их нужно тоником или лосьоном, который не содержит никаких масел. В принципе, ничего сложного. А умываться водой, там, с пенкой можно или нельзя, или только вот каким-то тоником и специальным средством можно убирать макияж? Вообще, конечно, существуют специальные средства, то есть они как раз для наращенных ресниц, но, в принципе, могу сказать, что это абсолютно то же самое. Если мыть под проточной водой, с ними ничего не случится, даже наоборот, то есть они ведут себя так же, как свои, при качественном, правильном наращивании. Просто нужно делать все то же самое и аккуратненько их расчесывать, то есть они будут стоять так же, как и свои собственные. Все будет ровно, комфортно, никаких не должно быть дискомфортных ощущений, то есть покалываний или что-то такое. Если вдруг что-то такое ощущается, значит, проведено не самое качественное наращивание ресниц, и желательно эти реснички снять, и чем можно быстрее, потому что они повреждают свои собственные. А есть какие-то новые тенденции в последнее время, появившиеся в этом направлении, или какие-то модные тенденции, аксессуары? Ну, на самом деле, хочу сказать, что раньше, когда только начинали этим заниматься, любили делать по 16 мм ресниц, то есть это самые длинные и очень густые, то есть стремились к такому эффекту очень кукольному, праздничному, чтобы все издалека видели, что у тебя наращены ресницы. На самом деле сейчас, к счастью, уже ценят больше натуральный такой эффект, натуральную красоту естественную. То есть, и я хочу сказать, что это именно сейчас модно. То есть, чем натуральнее это выглядит, чем аккуратнее, тем это популярнее. Еще один вопрос. После наращивания, когда снимаются ресницы, как-то нужно ухаживать за своими особенными? Ну, желательно, конечно, если свои ослабленные реснички, где-то в течение недели провести такой курс к кастровым маслам. То есть, это обычное кастровое масло, оно продается в любой аптеке, стоит оно очень дешево, в принципе, даже для ухода за своими собственными это очень хорошо, но желательно при наращивании длительным, даже с промежутками, этим пользоваться. То есть, если неделю использовать кастровое масло для ресничек, они полностью восстанавливаются и выглядят безбречно. Ты знаешь, мне кажется, многие девушки боятся наращивать ресницы, потому что кажется, что свои вместе с наращенными так и относятся. Да, это очень самый распространенный такой миф, который все, кто первый раз приходит, говорят, я, конечно, очень боюсь, я сделаю, но мне кажется, что потом у меня лысые будут глаза. Но не у всех получается сразу хорошо, и, конечно, нужно поэтому знать, к кому ты идешь. Если попасть на человека, который, может быть, в первый раз это делает, конечно, есть риск очень сильно повредить и свои реснички, и вообще раздражение для глаз и воспаление, это может быть все, что угодно, поэтому, пожалуйста, сначала убедитесь в профессиональности своего мастера. Ты знаешь, обычно я задаю вопрос, можно ли это сделать дома, как это сделать дома, но в данном случае я тебе этот вопрос задавать не буду, потому что мне кажется, это маловероятно. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что есть смельчаки, которые пытаются, то есть берут просто клей, берут реснички и потихонечку с передеркалом это кто-то даже делает. Ну, конечно, я хочу этого предостеречь, потому что, ну, мало того, что может быть какое-то раздражение на глазах, так это опасно, просто опасно, потому что инструменты очень острые, очень, клей очень раздражает. Ну, это просто опасно, это не та вещь, которую можно сделать самой себе. То есть накладные ресницы, да, пожалуйста, снарощенные, но лучше обратиться к профессионалу. Спасибо тебе большое за советы. Спасибо вам. Спасибо. Индустрия красоты не стоит на месте и постоянно развивается, поэтому следите за новинками, будьте всегда красивы и очаровательны. Это была программа «Счастливая женщина». Оставайтесь на телеканале ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин